Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Специально для паблика достойны фильмы. И только для этого сходил, посмотрел кино Балавита. Но сразу скажу, что кино про негодяев. Особенно Генира, здесь мерзавец, который сдал всю свою семью. Муфиозную семью, это муфиоза, который сдал всех, висел. И его защищают по программе защиты свидетелей. У нас был бы Дмитрий Румянцев, тоже сдал всех, кого можно, по защите свидетелей. Его менты возили в суд. Ну, пидорасы, куисосы. Вот это он. Но, как бы, моральная сторона здесь не рассматривается. Здесь рассматривается то, как гангстер живет, отходит от дел. И как живет ее семья. Значит, сын-гадедыш сразу начал в школе заниматься вмогательством, крышевать, торговать всем, чем можно. Короче, зарабатывать бабки. Значит, жена уничтожила супермаркет, в котором ее плохо обслуживали. Значит, дочку попытались выебать какие-то грещи, она их отпиздила. Вот. И, соответственно, папа, глава семейства, занялся вопросом, почему из крана течет коричневая ржавая водопроводная вода. Для этого он отхерачил сантехника, отхерачил директора фабрики, которая загрязняла воду. И в итоге вода стала чистой. Как бы, о чем это говорит? О том, что люди, даже если они, ну, несколько пассионарно настроены и негативно настроены по отношению к закону, плюют на мораль. Если они пытаются жить хотя бы более-менее честно, то они начинают заниматься социальными проблемами, так? То есть, борются с насилием сексуально, вот, девушка. Допустим, упорядочивают коммерческие отношения в школе, плохое обслуживание некачественное, плохая водопроводная вода. Все эти проблемы решает именно социально активный человек, который старается свою активность не сильно криминализировать, да? Также фраза Денира мне очень понравилась. Я хороший, потому что я не издеваюсь над людьми просто так. Я издеваюсь над теми, кто это заслуживает, и мои садистские наклонности на этом исчерпываются. Может быть, я переврал, но суть такая, что если ты любишь бить людей, бей их за дело, и ты будешь хорошим. То есть, если поете на этот фильм, то, в принципе, надо смотреть на него с этой точки зрения, чего он учит. В принципе, гондонов не убили, да, ну, как бы, погибли в итоге хорошие люди, которые должны были просто сделать свою работу. Только и все. Короче, смотрим фильм. Малавита, кстати, это собака. Ничего, ничего другого здесь не скрывается. Сходите, посмотрите, фильм не пахнет. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok